Творчалский район продолжает оставаться дотационным для республиканского бюджета. Его расходы превышают доходы. Это неудивительно, учитывая беспрерывный отток населения, отсутствие рабочих мест и многие другие проблемы. Однако у района большой потенциал, отмечал на совещании в администрации города премьер-министр Беслан Барцец. Что касается Творчальского района конкретно, на 2016 год были предусмотрены средства в размере 67 миллионов рублей и направлены они были на различные мероприятия, которые еще в прошлом году были определены правительством совместно с руководством Творчальского района. Это, прежде всего, дорожная инфраструктура, энергетика, многоквартирные дома, водоснабжение. По всем этим направлениям были сделаны определенные работы. Есть ряд проблем, отметил Беслан Барцец, которые руководство района ставит перед правительством постоянно. Безусловно, они должны быть решены. К этим вопросам относятся введение в строй нового детского сада. Там остаются определенные сложности, связанные с оснащением, оборудованием и так далее. Мы эти вопросы тоже сегодня с вами обсудим. И вот при вас, при активе будут даны соответствующие поручения руководителям наших органов управления. Работу нужно завершить. Детский сад должен быть введен в эксплуатацию. Говоря о мероприятиях, включаемых в инвест-программу, Беслан Барцец отметил, что все решения принимаются только при тесном сотрудничестве с руководителями районов страны. Премьер-министр рассказал о планах в Ткорчальском районе на текущий год. Прежде всего, эта дорога, о которой очень долго говорилось и ставился этот вопрос и руководством района, и депутатами парламента, и местными депутатами, эта дорога от города Ткорчал до села Агубедия. Стоит у нас в мероприятиях 2017 года, в марте месяце, и у нас пройдет межправкомиссия, на которой мы утвердим этот перечень. И очень надеюсь на то, что уже в течение первого полугодия ремонтные работы на этом участке дороги начнутся. Одни из самых важных пунктов водоснабжения, водоотведения, канализация. В этом направлении работы ведутся уже с прошлого года, однако только подходят к своему логическому завершению. Мероприятия, головные сооружения, водозаборные сооружения в городе Ткорчал. Это переходящая работа. Началась ее реализация еще в прошлом году. Большая часть средств уже освоена, но на этот текущий год переходящие остатки в размере 7 миллионов рублей будут профинансированы, и работу нужно будет завершить. Но там есть какие-то сложности, когда мы предоставим слово УКСу, они нам расскажут о ходе выполнения этих работ и о сроках ее завершения. Работы ведутся хорошо, тоже уже где-то процентов 60 работ выполнены. Не знаю, я не специалист, но так визуально посмотрев, мне кажется, что работы ведутся добросовестно, мне очень понравилось. Рассказывая о проблемах Ткорчалского района, уложиться в рамки одного совещания едва ли возможно. Так Аида Чичхаля успела озвучить наболевшую тему замороженного строительства спортивного комплекса. Ответ главы правительства был исчерпывающим. Пока в городе не решены вопросы важные, главные вопросы жизнедеятельности человека, это водоснабжение, канализация, дороги или энергетика, говорить о каких-то других мероприятиях досуговых очень сложно. Я понимаю, что этот бассейн необходимо завершить, и мы обязательно его завершим. Но сегодня все-таки для того, чтобы сохранить и не сохранить сделанное уже, его нужно взять под охрану, он уже под охраной у вас, законсервировать его, и возможно, мы его сможем включить в мероприятия следующего этапа. Либо за счет собственных средств при формировании бюджета следующего года. Говорить, давайте будем друг другу прямо и открыто. В мероприятиях 2017 года этого спортивного комплекса нет. Его не удалось туда включить по ряду причин. Аида Чичхаля рассказала о проблеме разрушающегося рынка. Также она отметила, что без создания рабочих мест развитие района просто невозможно. По завершению совещания премьер-министр в сопровождении районного актива направился непосредственно по объектам. Первым стала улица Ардзенба, на которой все основные работы уже завершены, и вскоре решится вопрос озеленения. Лавочки заказаны, урны заказаны. Но пока со стеной вот этой проблемы пока мы не можем решить. Мы тоже что-то придумаем. Ну вот эта стена, что рухнула, тоже будем переделывать. Вот и на этом работы по улице Ардзенба будут завершены. Были удалены деревья, которые стояли по этой улице. Много было споров, разных мнений и так далее. Вот если вы помните... Ну, в сентябре начали работать. Да, в сентябре мы сюда приезжали вместе с экологом. Тогда я не был премьером, я был руководителем администрации президента. И тогда как раз таки мы с вами сошлись на том, что зеленые насаждения на этой улице будут, но они будут уже с другой кроной, с другой корневой системой. Вы это определили вместе с экологами. Следующей точкой на карте Ткуарчала стал тот самый рынок, состояние которого буквально вынуждает местных крестьян вывозить свою продукцию в соседние Галские и Очимчирские районы. В итоге, чтобы заполнить свою натуральную продуктовую корзину, приходится выезжать и самим жителям. Последние ремонтные работы здесь проводились аж в 60-х годах прошлого столетия. Нам главное привести в порядок вот эти повеледы, чтобы они не текли, чтобы асфальт вот этот привести, ну, площадку, чтобы привести в порядок, ну, элементарные условия создать хотя бы для начала. Здесь сложно что-то комментировать, наверное, действительно состояние рынка удручающее. Нужно думать о том, как привести это в соответствие, какой-то проект, говорить о открытом рынке нет смысла, но по типу навесов какие-то торговые ряды необходимо будет спроектировать. Мост по улице Чичхаля будет не отремонтирован, а построен, сказал генеральный директор Абхострой Тимур Ткебучава. По вашему поручению, компания Абхострой была подготовлена проектно-сметная документация, она уже прошла экспертизу и в ближайшее время мы готовы приступить и в кратчайшие сроки восстановить этот мост. То есть, мост будет новый, здесь не ремонт, а новый мост. Посетил глава правительства и новый детский сад, не введенный в эксплуатацию. Причины очевидны. Отстроенное в 2014 году здание за минувшие три года съело сырость. Тогда же, три года назад причиной незапуска, стало отсутствующее оснащение. Всего на этот детский сад было потрачено 74 миллиона рублей. Стоимость оснащения составляла еще пять. Так в чем проблема сейчас? Проблема вот, все надо перестилать, все надо под новой покрасить, подвал, вода заходит. Запустить надо все инженерные коммуникации. То есть, на тот момент мы отрестировали их, пуском ладка была и все. И с заказчиком кто был? Мы. Подрядчиком? Порчал строим. То есть, на тот момент было вот это все от сырости, которая, если бы отапливалась хотя бы, да, там, вот другая. Глава района рассказала, что есть ряд проектов, в рамках которых возможно реализовать задачу создания новых рабочих мест. В свою очередь, премьер-министр Беслан Барцит отметил, что стоит рассчитывать на поддержку государства в этих вопросах.